С немецкой делегацией 40 человек, а в их числе и бизнесмены и депутаты, встретился губернатор Краснодарского края. Обсуждали сотрудничество между двумя регионами. С Германией и Кубани давние отношения. Только за последние три года совместный товарооборот превысил 740 миллионов долларов. Однако доли производства здесь немного. Край практически только завозит к себе импортные товары. Партнерские отношения могут быть шире, считает Вениамин Кондратьев. Краснодарский край заинтересован не только покупать, но и производить вот эти товары здесь. По немецким технологиям в рамках совместных предприятий или инвестиционных проектов. Поэтому мы ставим максимальные условия для инвесторов в нашем крае. Краснодарский край заинтересован в экспорте в Германию древесины, продукции сельхозпереработки, удобрений. Ну и оказание услуг по перевалке грузов, потому что у нас два моря, очень серьезная, развитая транспортная инфраструктура. Дорожно-строительное направление для нас тоже очень важно, потому что дорожная составляющая сегодня у нас тоже очень востребована. Должна быть качественная, ну и естественно отвечать сегодня запросам автолюбителей со всей страны. Сейчас в Краснодарском крае работают 32 компании с немецким капиталом. Уже есть и те, кто локализовал свое производство. Я призываю обе стороны побороть санкции, сделать несколько шагов вперед для того, чтобы не усиливать санкции в отношении России, а наоборот упразднить их. Наша встреча, она поспособствует тому, что мы сделаем первый шаг для того, чтобы наши отношения возобновились и наладим наше общение. Бизнес наиболее успешно развивается там, где есть понятие взаимовыгодного сотрудничества. Мы как раз за это. Мы готовы в каждом конкретном случае вести разговор и выстраивать отношения с конкретным бизнесом, с конкретным предприятием. Для этого на Кубани разработали систему льгот для инвесторов, в частности для тех, кто готов стать резидентом в региональных промышленных парках. Для зарубежных компаний действует и специальный инвестиционный контракт, заключив который иностранное предприятие приравнивается к российскому и может рассчитывать на соответствующую поддержку. Мне принципиально важно, большой это будет инвестконтракт или маленький. Краснодарский край сегодня ищет партнера среди немецкого бизнеса. И если не получится, то ниша партнерская с нашим краем не останется пустой. Но выиграет ли от этого немецкий бизнес или проиграет, ответьте себе искренне сами. Я всех призываю к конструктивному деловому сотрудничеству. Руководители немецких компаний, члены парламента Нижней Саксонии также посетили зарубежные предприятия, которые успешно работают в Краснодарском крае. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.